в основном таки да ну что да да значит пускаем всех да и и ручка как да и сейчас люди войдут вот сейчас они потихонечку входят и я уже начну более официальную часть нашего сегодняшнего утра по совместительству вечера потому что на восточном побережье Америки утро на западном побережье Америки очень раннее утро у них 8 утра им отдельное спасибо что они встали и пришли к нам в Питере вечер вот и мы начинаем да вот давайте уберем вейтинг-рум Катю бери пожалуйста вейтинг-рум пускай все входит вот здравствуйте да значит здравствуйте дорогие все все кто сегодня с нами утром-вечером у кого утро у кого вечер мы приветствуем всех вас в зуме синего троллейбуса синий троллейбус это семейный клуб да вот все машут рукой спасибо да вот я ну вижу всех вижу синий троллейбус это Это семейный клуб восточного побережья Америки, Нью-Йорка. У нас проходят обычно слеты вживую, два слета на природе по тысяче с чем-то человек, зимние спектакли. А сейчас пока у нас, к сожалению, эпидемия во всем мире, у нас встречи проходят в Зуме. Если вы хотите присоединиться к нашему синему троллейбусу, вы можете оставить свой e-mail у нас в чате этого Зума, и вы будете получать информацию про наши другие встречи. А сегодня в гостях у синего троллейбуса знаменитый, не побоюсь этого слова, знаменитый Вячеслав Лейкин. Обычно говорят, как знаменитый. Да, у нас сегодня Вячеслав Абрамович Лейкин у нас в гостях. Знаменитый Вячеслав Абрамович Лейкин. Я просто напомню, если вдруг кто-нибудь не помнит, что он не только поэт, не только учитель, что он еще и сценарист фильмов таких, как Бакенбарды, которые вы наверняка видели. И дальше я передаю слово Вячеславу Абрамовичу, и он расскажет о себе стихами, иногда прозой, о своем геологическом, о своей геологической юности, о своей литературной зрелости, о том, о чем он сейчас сочтет нужным рассказать. А я сочту нужным промолчать. Вячеслав Абрамович, пожалуйста. Спасибо, Ирочка. Моя литературная зрелость как-то подозрительно затянулась. Я хочу вас всех поприветствовать. Вы выглядите вполне обойдевшими, и меня это очень как-то радует. Вот, ну, до известной степени. Я, ну, что сказать о своей жизни? Жизнь теперь уже можно... Мне 84-й годик. Вот, могу сказать, ну, некоторый такой, ну, что ли, с некоторым смущением, что жизнь удалась. Исключительно... Ну, вы понимаете, есть такой способ самоутверждаться. Это предположить, что могло бы быть много хуже. Вот 50, нет, 60 лет при советской власти меня обучили этому невероятному и очень тонкому искусству жить от противного. Вот. И это, вы знаете, так выручает и так это самое... Как-то так подпитывает самые сокровенные душевные, психические органы. Ладно, не буду, я сейчас наговорю глупости, потому что я волнуюсь. Вот. Волнение мое, естественно, я вас всех, кроме Яночки и Ирочки, вижу первый раз. И тем не менее, какое-то такое ощущение, что я сразу как-то вписался в довольно такую родную и благостную среду. Вот, спасибо вам. Вот. Что касается моего геологического прошлого, там ведь все как было. Я... Вот сейчас я ведь нахожусь в Царском селе, которое, как известно, нам, Отечество. Вот. И здесь я закончил. Вот в этой комнате мы жили, мы с мамой поселились, приехав из эвакуации, в 45-м году в августе. Именно в этой комнате мы поселились. Представьте себе, сколько я в этой комнате кувыркаюсь. Вот. И вот как-то так вот, я не знаю, мужская школа совершенно замечательная. Этот дом совершенно удивительный, в котором я живу, в котором был в предпоследнем подъезде склад боеприпасов немецкий. И мы все там разряжали, разряжали, взрывались. И всячески это самое... Доставляли всячески своим родителям недуги таким образом. И все это вот проходило. Потом я после школы... У нас очень хорошие учителя были, в частности, математик по кличке Лимон. И после школы я пошел в Герцена, потому что это один из трех или четырех институтов, куда евреев принимали. Но я пошел не по этому, я просто решил стать учителем математики и пошел туда. Вот отучился там четыре года на три с половиной. На самом деле это замечательно, что я туда попал, потому что я там встретил свою Тамару Николаевну, с которой счастлив был почти 60 лет. Увы, был. И с которой произвел на свет двух совершенно изумительных мальчика, которому 60 лет, и девочку, которой 50. Вы простите, что я так много говорю, но я хочу как-то обрести вас не просто свидетелей моего говорения, но и, если угодно, друзей. И институт Герцена как-то так вот, поскольку я тогда начал заниматься активно сочинительством, и вот эти романтические мои, ну я не знаю, прорехи, они все время изъяли в душе у меня, и я решил их как-то залатывать совершенно таким простодушным способом, то есть пойти в геологию, в экспедицию. Тогда это было очень популярно и модно. Еще Гагарин не полетел тогда еще. Вот. залежи нефти и газа. Вот. Простите, что я так нахально говорю «мы», но я при этом участвовал и до некоторой степени активно. Во всяком случае путешествовал по очень многим рекам на Байдарочке, и оттоптал кучу болот там, и работал я и на Ямале, работал и на Гэдане, работал и на Тазовском полуострове, работал и на Таймыре, и везде было замечательно. И я вот получил такую порцию счастья, которую до сих пор не расхлебать, да и не стремлюсь. Пусть оно будет меня переполнять до сих пор. Вот. И вот это геологическое мое прошлое меня тогда вот как-то так устремило к еще более активному стихосложению, писательству. И вот один из стихов. Не то чтобы... А давайте я очки одену, чтобы уже не спотыкаться. Вот. Не то чтобы четырехстопный ямп. Мне надоел, как некогда поэту, но сам размер предполагает штамп. Вкушать литературную диету под мерное потрескивание ламп, легко и даже весело, но эту, оказывая, затеять самому, помилуй Бог, ни сердцу, ни уму. Вот почему в очередной присест хочу, не мародерствуя лукаво, отставить в угол добровольный крест и ощутить волнующее право на позу, на амбицию, на жест, на прихотя рассуждать легко и здраво о пустяках, на автодиферамп, на недоступный пятистопный ямп. Почистив перья, водрузив пинцне, начнем невдруг вывязывание петель, причудливо и плавно, как во сне, вплетая то порог, то добродетель, однако речь пойдет не обо мне, а лишь о том, чему я был свидетель. Тряхнем колоду на одной из карт, год шестьдесят четвертый. Селихард. Когда бы о себе совсем иной, пошел бы слог вися, как кот на шторе, на кукольной основе не тяной, или гоголем гуляя на просторе, я внащил так, в системе нефтяной, в одной геологической конторе с гастритом, чередуя геморрой, служил наш жизнерадостный герой. Иронии дремучую змею он безуспешно скрещивал с пегасом, вставал между семью и восемью, ложился между полночью и часом, слегка терроризировал семью, считавшую героя пустоплясом. А впрочем, был наш кадр и бодр, и щедр, и цвел на Неве освоение недр. Две трети года он влачил свой крест по адресу Литейный, тридцать девять, входя в тот запораженный подъезд, по свалке, у которого садеять сумел Некрасов, за один присест строк триста размышлений. Вы помните размышления у парадного подъезда? Именно туда я входил. И посеять разумное и вечное зерно в общественном сознании. Оно сплодоносило позже, чтобы дать всем разные возможности. Короче, две трети года тишь да благодать. В конторе на Литейном дни и ночи летят неразличимы. Собладать, когда уже совсем не станет мочи с морокой безысходности, тогда вдруг наступает летняя страда. И ты, как кот, стремишься на газон, как птица распускаешь хвост фазани. И ты поешь и свищешь, как кобзон. И всюду повод ищешь для лапзани. И наступает полевой сезон, и миллион бессмысленных терзаний тебе не в кайф. И, предвкушая фарт, ты едешь в чудный город Целихард. А там собрание милых сердцу, морд и вечный день, и спирт за шесть с полтиной, клянусь. И вот тебя уносит гидроборт, и ты летишь и тешишься картины, оплывшей прорвы. Комариный хорт еще не ощущая, и утиной в зубах еще не чувствуя ноги, уже ты бог. И в голове круги. Долги, разборки, сплетни на потом. Покуда дурака не отваляю, все в настоящем, прошлое фантом, а там все вены вам пооткрываю. Но, впрочем, речь не обо мне, а о том, чему я был свидетель. Повторяю, входя в повествовательный азарт. Год шестьдесят четвертый. Целихард. Еще два стишка, посвященных геологии. Их у меня много, но я уж не буду нуден. А, ну, может быть, вот этот тогда три. Он коротенький. Комары озверели. Миллионным... Да, я тут должен сказать, что у каждого стишка я писал под названием, еще название реки, где произошел этот стих. Тут комариный, в скобках, река Кыпа, печаль Кы. Между прочим, по печальке Мишечка тоже плавал ей снов, должен вам сказать. Комара озверели миллионным роем, оглашая палатку ужасным воем. Впивались в лучшие части тела. Комариная тема, главная тема. Кто-то сказал, что среди комаров только самки кусают и пьют нашу кровь. Только самки, скребя по разбухшей внешности. Я вспомню тебя, но, увы, без нежности. Дальше стишок. Этот не буду, этот не буду. Этот... Ну, хорошо, вот этот. Экспериментальный отряд, очень забавный отряд. Геолог и начальник Е. Герман. Техник и сочинитель В. Лейкин. Младший техник и художник В. Емельянов. Он, правда, художник был хороший. Рабочий и актер, который сейчас у Додина играет, между прочим. Сергей Мучеников. Река, простите меня, называется Педерата. Полярный Урал. Июль. Уж вечер, в очаге трещат дрова. Две копылухи преют в казане. Колышется пожухлая трава. Начальник спит и чешется во сне. С губы губа это залив. С губы несет какую-то чуму, Которая окажется дождем, Которая нам, пожалуй, ни к чему, А, впрочем, перетерпим, переждем. Корысть не в масти прыть не по годам, И в испренние споры о стрепне. И так нелеп за неимением дам Букет жарков на лиственничном пне. И чем попало по сердцу скребя, И не сказать, что все осталось там, И узнавать в желающих себя, И уставать от неимения дам. Художник развращает комаров, Поэт рифмует клипер и мозоль, Актер поносит худший из миров, Он перепутал манную соль. Суббота прислоняется к среде, Планета стала плоской от жары, Все очень просто, Крошки в бороде, Материя первична, Комары. Еще один стишок. Он, может быть, даже кому-то известен, Потому что... Ой, Саша Дулов написал музыку на него, И это была песня. Все болото, 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 Восемнадцатый день, болото, Мы бредем, отсырели от пота, Что ж поделать, такая работа. Восемнадцатый день, ни корки, Терпеливо несем эту кару, Вот вчера доели опорки, А сегодня сварили гитару. Поживав сосновых иголок, Восемнадцатый вечер подряд, Распеваем крепись, геолог, Ты солнцу и ветру, брат. И присев у костра на корточке, Вместо завтрака, вместо ужина, Я смотрю на твои фотокарточки, Это все, что сейчас мне нужно, Ты теперь далеко-далеко, И меня, конечно, забыла, Поправляя небрежно локон, Ты с другим беседуешь мило, Ну, а я лишь зубами скрипну, У меня другая забота, Все равно я, наверное, погибну. Что ж поделать? Такая работа. Все болото, болото, болото. Восемнадцатый день, болото, Начинается сыпь и рвота. Повторяю, такая работа. Тяжело по тайге пробираться, А голодному бесполезно. Мы пытались поужинать рацию, А она оказалась железной. Мы, мужчины, не потому ли Мы упрямо идем к своей цели. Правда, двое на днях утонули, А четвертого, толстого, съели. Эй, друзья, веселей хромантика, Пусть наш путь никогда не кончится, Нас ведет за собой романтика. Только жалко, что кушать хочется, И пускай мы живучи весьма, Все равно не стоит трудиться. С неотправленного письма Был такой фильм. Есть у нас такая традиция. Голодать, наряжаться в рвань, Тосковать, помирать без счета. В общем так, наше дело дрянь. Что ж поделать? Такая работа. Ирочка, скажи. Вот я скажу, что сказать. Дальше читать стишки? Да, я только, да, читай, Только я еще одно слово вставлю, С вашего позволения. Да, да, да. Вот на правах рекламы. Вот эта песня в виде песни, Песня Дулова в исполнении на стихи, Вот на эти стихи, В исполнении Костромина, Совсем недавно звучала В авторской программе Александра Гораницкого, Которая у нас проходит каждое воскресенье. Чашка подписался, что он это придумал. Не, 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 боже упаси. Честно сказал, что это Дулов, Пел это Костромин, Вот, и все, да, И сказал, что на Слава Лейкина. Вот, и Алик говорит, Ой, а как там Слава Лейкин? Сказал он, передайте ему, пожалуйста, привет. Я говорю, передайте. Спасибо, спасибо. Передаю. Вот, а Слава Лейкин читает дальше, ладно? Хорошо, договорились. Вот. Саша у нас старинный, довольно короткий. Одно время были, Пока он в Москву не переехал. Отношения. Мы каждый год были поэтические вечера, Три поэтических вечера в трех геологических академических институтах. Это у нас во Внигри, Потом в НИИГА, это геология актики, Еще институт, самый такой академический, Который назывался очень странно, Все геи. Все геи. Ну вот. И вот там мы все читали свои геологические, Ну и не только геологические стихи. И мы с Сашей вот на каждом из этих вечеров так или иначе встречались. А сейчас, Вот первый стих, Это стихи об охранной деятельности. Дело в том, Что начиная где-то с 65 лет, Я активно занялся охранной деятельностью. То есть нанимался во всякие конторы И делал вид, Вот что я не сплю по ночам. Вот. И вот один из стихов. Это я охранял совершенно замечательную. У нас в Пушкине, Там далеко за Александровским парком, Правее, Есть лошадиное кладбище. Вот. И это кладбище придумал Александр I после войны, После 12-го года. И там заслуженных коней стали хоронить. Вот. И там вот как-то я работал охранником. И там эти плиты прекрасные. На каждой плите было написано имя коня. Ниже написано, под кем этот конь служил. Годы жизни. Где он особенно отмечился. И где погиб. Это замечательное совершенно кладбище. Вот я туда устроился на трое суток. На сутки через трое. Я приходил и сидел там, И жал там. И как-то так участвовал. Вот в охране этого необыкновенного, Замечательного места. И вот это называется стихи, Этому посвящен стих, Стихи об охранной деятельности. Не верить в то, что делаешь, нет сил. А верить не хватает простодушья. Одной остается ждать наитья. А там кривая вывезет. И даже забавно будет обнаружить смысл В пупырчатой злой абракадабре, Привычно зафиксировавшей в столбик, Что свет не бел и время не впопадет. Я охраняю мертвых лошадей. Безмолвием довязь и заплетая, Извилины тебе же самому. Все свинство и скандал, Так почему природа образумить нас Не может, наоборот, язвит. И возмущает безумие страсти В жалком существе, А это беспорядочное рвение. Наружу из портока, с дряблой шкурой, Куда попало, Лишь бы не остаться наедине с собой. Все тоже свинство, скандал И дефлорация души. Я охраняю мертвых лошадей. Как написал художник Брусавани, Единственный в округе иудей, Не ждет гостей пасть готов костьми Во имя сей лошадьей благодати. Ну что ж, похоже, так оно и есть. Теперь бы научиться не метать Отборный Маргарита Санта-Поркас, Тем паче, что запасы Маргарита Сошли на нет, А поголовье Поркас Столь жизнестойко и многообразно, Что вроде бы и я один из них. Вот славно, пред собой Мечешь бисер и хрюкаешь довольный, Неразъемной системой, И тем более двойной, Сродни судьбе и счастью, Безгранична. Я охраняю мертвых лошадей. Сьё не аллегория, А действо, Сводимое к бездействию в ограде, Где здание конюшен пенсионных, Донжон, зубцы, Готическая кровля рядом, Императорская в прошлом, Едва ли не единственная в мире, Кладбище лошадиное. И я здесь, на сутки через трое, Ближе к ночи, Единственный не конь, За то живой. Вот. Сейчас я хочу прочесть, Если Ирочка мне позволит, Хочу прочесть десятка-полтора стишков, И тем самым исчерпать основной, Так сказать, корпус, Вот, желаемого к прочтению, Имеемого, Как сказать, ну, неважно. Действующие лица. Сначала три таких, Не коротеньких стишка, Вы уж простите, Но я буду быстро читать. Действующие лица. Максим Петрович, Господин в летах, Всегда умыт, Побрит, Благонамерен, Разводит рыб, Прикармливает птах, Его коммер Диккенс И каверин не пьет, И вечно палец на устах. Его в четвертом действии вдова, Наталья Александровна Серова, Умна, подвижна, Где-то нездорова, Порой неутомительно, Сурова, И всякий раз по-своему права. Их дети. Николай, Угрюм, Сутул, И мнителен. То кровь сдает, То стул, Уперт. Ему не просто надо верить, А тут же приспособить, И примерить, И губы дудкой, Словно что-то сдул. Его сестра, Елена, Красоты невыносимо терпка, И при этом Ее глаза так праведно чисты, И речи так затейливо пусты, Что впору взвыть. Похоже, что с приветом. Их общий друг, Вадим, Всегда готов В пылу полупрописанных понтов, Вдруг перед ближним Выпотрошить душу, Взмыть невидимкой В хаосе бинтов, Вверяя волю призрачному, Кушу, Корней Козлов, Поэт и психопат, Влюблен в Елену Зло И не в попад, То станции Впарит, То зашлет Маляву Весьма пляшив, И там же Конопат, И обожает Жидкую халяву. Еще туда бывает Медсестра, Довольно Жизнерадостная Надя, Сосед Пасется, Жалуясь и гадя, Приехавший из Аргентины Дядя Фасует прах Фамильного костра И, наконец, Ручной орангутанг Когда-то кем-то Привезенный с Явы Неуязвимый грузин, Что твой танк, Сперва служивший Только для забавы, Вдруг статус поменял И как бы ранг Весь этот сон, Паноптикум, Кружок, То волю имитируя, Эту муку, Пытается вогнать В один прыжок, А леповатой страсти Пережег, Помноженный На сумрачную Скуку. Но вот Неотвратимый Бумеранга, Причудливый Грядет Апофеоз, Внезапно, То ли с тыла, То ли с фланга, Величественный, Как радикулит, Вдруг возникает Некоторый Босс, С Еленой, Оказавшийся Лилит, Он вертит На просцене Умитанга, Финальный Монолог Орангутанга, Угрюма, Неизбежный, Сулит. Ручка, Слышно вообще все? Да, нормально, да? Тогда я продолжу. Тоже длинненький стих, Но такой вот, Как бы, Очень мною Для меня Написано. Так что Разделите, Ради Бога. Встань и иди, Негромко Сказал святой, Коснувшись Клюкой Моих Безобразных Ног. Я встал И пошел, Ощущая Прозревшей Питой То, Что мгновение Назад Ощущать Не мог, Прогретый Июнем земли Комковатый Прах, Зазевавшийся Гусеницы Ужасом Взбитый Мех Стерню Придорожных Страх На первых Порах Я запомнил Лишь это И свой Суховатый Смех Азадии Угрюмые Хари Моих Бесноватых Лет Азадии Ревела Толпа Возродии Исцели И обернулся И в лицо Мне ударил Тяжелый Свет Я увидел Свои Лоснящиеся Костыли Память Восхово Воинство Весь Этот Орк Стал Меня окружать Повторяя Он заново Будет Наш Это Братство Неразвитых Ног Пустотелых Глазниц Горбунов Крепкогрудых И траченных Порчей Баб Лишь Недавно В пыли Перед храмом Валявшихся Ниц Наползала Сливая Гримасов Безжалостный Мертвый Осклап Я Сказал Я себе Через пару Паршивых Минут Стану Жертвой Добычи Игрушкой Недавних Коллег Завопят Захрипят Заурчат Под себя Подо мной Снова Ноги Забьют Или Сделают Вечный Ночелег То есть Выбьют Глаза Из моей Туповатой Балды И останусь Я вновь С этим Стадом И кстати Ведь что Я могу Кроме Красть И просить Подаяния Как некой Мзды Полагая Что все Кто нормальный Пред нашим Увечьем В долгу Нет Сказал Я себе Ощущая Попутно Как время Торчит Неподвижно И чудно Давая Мне Видимый Шанс Нет Опять Доволенный В корчах Но так И не ставший Мной Я живу Как все И доволен И должно быть Доволен Достоин Своей Судьбы Просить Не хватаю Звезды На грудь Не ищу Звезды А в стихах В стихах Июнь Июньский День Сухой Сиреневый Зной Толпа Бегущих Стройных Людей Барахтается Вдали Но я Ухожу Уже Ухожу Веселый Оборванный Злой Легко Чередуя Перед собой Верные Костыли Еще один стих Он тоже Длинноватый Но тут строчки Хотя бы Короткие Посвящение Юрию Мамину Юрий Борисович Мамин Мой старинный Товарищ Так вот Как-то Судьба Вот Продиктовала Нам Нашу Вот Давнишнюю Дружку Кому подружились Ему было 27 Мне это Надо Прибавить 9 лет И как-то Сразу Занялись Общими Делами Так вот Счастливо Получилось И Ну Не знаю Столько У нас На двоих Выпито Ужас Ужас Воображение Отказывает Юрию Борисовичу Мамину Снег Блистает Бел И чист А по снегу Скрип Да скрип Семенит Домой Артист Одинокий Нервный Тип Не спешит Его не ждут Ни жена Ни ветчина Светляков Ему Не жгут У замерзшего Окна Он Войдет Гремя Дверями Запалит Повсюду Свет Холодильнику Корми Затрясется Тот В ответ Ни яйца Ни мяса Нет Он Солба Отмоет Грим Карамель Засунет В рот Молча Сядет Перед ним Одинокий Нервный Кот Кот Голодный Как мечта Безнадежный Как протест Укорит Артист Кота Нет Ни крошки Вот те крест Я сегодня Был в бегах В трех Собраниях Читал Тот Который В сапогах Сам хозяин Напитал Может Хочешь Карамель Кот Вздохнет Как человек И опять Займется Сном Белый Чист Блистает Снег За серебряным Окном Упадет Артист В кровать Подавив С мешком Озноб Выйдет С ним Потолковать Одинокий Нервный Клоп Пощадит Артист Клопа Скажет Спящему Коту Видишь Нас уже толпа Я пожалуй Вам прочту Из Шекспира Монолог Сядет Тело Раскремит Ноги В крест Как Подишах Монологом Загремит Растекаясь В падежах Ты не так уж Что это Хорошо Спасибо Посвящается Музе Когда ты Незримо Паришь Надо мной Моя Дорогая Сгустки Холодного Пламени Вот именно Изрыгай Скорее Всего Единственная В своем Сокровенном Роде Наперекор Порядку Жизни Самой Природе Когда Не в попад Порхаешь Роняя Свои Теперья Отчетливо Понимаешь Что все-таки Это Перья Когда Не имея Случа Сжечь Себя На костре Ты Бьешься Почти В истерике А стекла Шкафы Портреты Когда Ты Взмываешь Свечкою Чтоб Тут же Уйти В пике И вдруг Замираешь Жалобно В неведомом Тупике Я вдруг Понимаю Чувствую Что время Мое Вода Текущая В разные Стороны Но чаще Всего Туда Где Вспять Отследив Небывшее Едва Ли Оставишь След А просто Закроешь Форточку Погасишь На кухне Свет Свою Как чужую Голову Обхватишь Со всех Сторон Вспугнешь Напоследок Зеркало И медленно Выдешь Вон Я Немножко Выпью Это просто Водичка Хорошо Спасибо Так Я прошу прощения Вячеслав Вячеслав Привью Значит Сори Мы закрыли чат Потому что Вот такая У нас Это самое Такое нам Оказали уважение Хакеры На самые популярные мероприятия Всегда нападают Хакеры Поэтому Они пишут Всякие гадости Они пытаются На нас нападать Поэтому Извините В чат Писать нельзя И никого Мы больше не пускаем Все свои уже здесь Вот Вячеслав Абрамович Пожалуйста Читайте дальше Можно дальше Да А что-нибудь страшное Продолжение Ничего Я не знаю Ирочка Читать мне Эту железнодорожную музыку Которую я уже Это самое Отчитал По-моему Уже раз сто Разнообразным людям Или не надо Как ты считаешь Друзья же другие люди Обязательно читать Все Все Тем более Что Она средненькой длины В вагон электрички Вошел человек С баяном Он не был Совсем слепым Или слишком пьяным Едва он возник В проходе И взвыл мехами Савелий Бараныч Подумал О вечном хаме Уже не грядущем А вот он Налип с баяном И в душу Вдуть Норовит Разлюлит А я Нам Сейчас Забаяни Тагинского Или на сопках Откуда он взялся В каких Недотлел Раскопках Савелий Бараныч Любил Дорожную скуку И с этим Затейнику Сжал Басовую руку Конечно Сказал он На музыку Нет закона Но вот тебе Сотня И молча В конец Вагона Не с места Возникли слева Нам Россиянам Особенно Нужен сейчас Человек С баяном Короче Сто Двадцать И музыку Блин Не троньте Отдельно Пришлю Червонец За Чарда Шмонти Мадам С другой стороны Заявила Басом Дорога Не место Искусство Впаривать Массом Даю Полторастый Хватит О русском Бунте А монте Своей Догадайтесь Куда Засуньте Дороги Удались То И Чуть Ли Не с Каждой Лапки Цепляя Друг Друг Клиенты Делали Ставки И Вот Уже Наш Орфей В Предкушении Куша Готовится Сбацать Свою Разновидность Туша Но Поезд Приехал Привычно Сопя И Воя Все Бросились В Тамбур И Дальше Остались Двое И Первый Дав Сотню Второму Сказал Устало Сыграй Не стало И Вот Они Оба Уселись В пустом Вагоне Савелий Бараныч Лицо Загрузил В ладони А я Шевеляжу Ваками Как Волунами Играю Ему Агинского Над Волнами Еще Один Полудлинный Стих Ну Тоже С коротенькими Строчками Так что Он Быстренько Пройдет Некто По имени Сем Ой Мелко Некто По имени Сем Утром Выходит Из дома Идет К остановке Трамвая И едет На свой Завод Дама По имени Тома Тоже Выходит Из дома Идет К остановке Трамвая И едет В свое Ателье Однажды По-моему В мае Судьба Их свела В трамвае И Сем По просьбе Тома Разменял Ей Мелощи Рубль Через Месяц Они Сочетались Превосходные Пары Считались Через год По-моему В марте У них Появился Сын Оказалась Толковой Малой Горячо Обожаемой Мамой Гармонично Гармонично Воспитанной Семой Мальчик Многое Обещал В средней школе Открылся У мальчика Перерожденный Талант Математика В 23 Защитил Кандидатскую В 28 Доктором Стал Здесь Мне кажется Очень весомо Сочетание Тома И Сема Незначительный Случай В трамвае И пожалуйста Доктор наук Если б Тома Встретила Рому Все пошло бы Совсем по-иному Стал бы сын Их Дринным Поэтом Или скажем Кладовщиком Вот и я Ленивый И мрачный Вариант Не совсем Удачный Полюбимая Мама Другого Может Стал бы Я доктор Наук А порою Скажу вам Прямо Так я думаю Если бы Мама Своевременно Воздержалась Мне и вовсе Были Смой Это стих Написан лет 50 назад Или 45 Я сейчас Не уверен Что так Было бы правильно Стих Называется Осталось Совсем немного Должен Вас порадовать Стих Называется Усть Нарва Конец июля Конца 70-х Под мемориальной доской Н.С. Лескова В этом стихе И Юрий Мамин Уже Выше озвучены И Михаил Яснов К сожалению Моему Невероятному К печали Моей Неизбывной Недавно Ушедший От нас Собственно Мишечка Нас Наше семейство Туда и увлек Они первые Открыли Эту благодать Которую Называлось Нарва Вот И мы там Лет десять Если не больше Были счастливы По-настоящему Каждое лет Итак Когда впереди Как на заднем дворе Мусорно И погано Темно Как у негра Известно Где И душно Как у цыгана Неважно Где Когда ты созрел Ограбить Пивной киоск Когда в перспективе Все пополам Как задница Или мозг Зато в активе Сплошь Векселя И нету Содрать С кого А в зеркале Вечно зеленый Чмо И его Типовое Скво Когда Переставишь Всех По местам Назначишь Всему Предел И вдруг Не пошло Тончайшую нить В тупую Иглу Продел Когда Берендей Прохиндей Спандей И рад Вогнать В октаву Но как Когда слышишь Только одну Воронью Триоль Картаву Тогда я Печати Крушу Сургучи Жгутые Шланги У сна Рву И вспоминаю Хоть что-нибудь Но чаще всего Пусть Нарву Домик С мемориальной Доской С хозяином Воли Шмецки Его супругу Унылую Пьянь Маленькую Как Нецки Дюны Поросшие Сонный Сосной Пляж Где Неторопливо Я Десять лет Потрошил Июль И пил Жигулевское Пиво Впрочем Эстонское Впрочем Вино И если Удачно Сыплюсь В прошлое Вспомню Глинтвейн Катарина Ликеры Габи И Сыпрус Вспомню Уставленный Всем этим Стол Вечером Под доскою И если Тянуло С устья Реки То пахло Скажем Трескою А ежели С моря Морской Травой Гниющей На берегу И нас Шумевших За этим Столом В квадратном Таком Кругу Один Из нас Помнится Был поэт И другой Из нас Был поэт И здесь Же художник Вельмизи Лос Вежувавший Ветхий Завет Понятное Дело Там был Психиатр Пронзающий Нас Насквозь Легко Догадаться Что скрипачу Здесь тоже Место Нашлось Там пил Переводчик Снимавший Навар С испанского Языка А рядом Балдел Режиссер Кино Ничего Не снявший Пока И все это Молодости И был Такой Левинстон Хьюз У них Поэт В Америке У вас В Америке Который писал Исключительно Блюзы Один Чудак К сорока Годам Решил Что всему Скотов Вдруг Когда Далеких Промогающийся Растрепан Растрепан чужбина. Отечество нам царское село. Спасибо вам. Вот. Я как-то так переутомил вас. Спасибо большое. Это вообще было очень здорово. Это был совершенно замечательный первый и единственный за сегодняшнюю встречу такой серьезный блок. Дальше будет полегче. И сейчас Олег Берг находится в зрительном зале без гитары в качестве патриарха и композитора. Он сегодня не поет. А в микрофон переходит Светлана Дмитриева, которая споет первую за сегодняшнюю встречу песню. Хочется быть солидной. Да, пожалуйста, Света. Эту песню написала наша прекрасная петербургская актриса и композитор и певица Нина Конецкая. Хочется стать солидной, но совершенно непонятно, до какой степени следует раздуваться. С одной стороны хорошо бы еще, хорошо бы еще немного, много, а с другой может лопнуть кожа, и будет болено. Хочется быть любимой, но совершенно непонятно, до какой степени следует раздеваться. с одной степени, хорошо бы еще, хорошо бы еще немного, а с другой обнажаться шрамы. и будет и будет стыдно, и будет стыдно, стыдно, и будет противно. Хочется быть, свободной, ах, как хочется быть свободной, свободной, но совершенно непонятно, до какой степени следует раздеваться. с одной стороны, хорошо бы еще, хорошо бы еще немного, а с другой запуют совсем, и будет обидно. раздь хочется быть А как хочется быть счастливой. Но совершенно непонятно, до какой же степени, До какой же степени следует, следует, Следует быть счастливой. С одной стороны, хорошо бы еще, Хорошо бы еще немного, а с другой, Ведь хочется быть солидной, Любимой, богатой, свободной. Господи, дай мне силы. Спасибо. Это, наверное, была последняя серьезная, И спасибо, Света, здорово. Последняя серьезная, А дальше переходим к небольшому такому блоку, С условным названием, Когда у мастера боится, То дело мастера боится, Вячеслав Нейкин. Нет, Юричка, я, это самое, Эти коротенькие стишки, Я как-то их не знаю. А могу бегать за ними, Я вспомню, где они у меня жары. О, гениально. Можно тогда сделать вот что, Пока, может быть, Амбарная книга рядом? А, да. Амбарная книга рядом. Тогда можно сделать так, Чуть-чуть амбарной книги, Потом песня, А потом немножко таких веселых стишков. Хорошо. Нормально? А я про амбарную книгу сейчас, Тогда два слова скажу. Да. Это, ну, я не знаю, Я какие-то, Как и любой невольный человек, Я имею в виду зависимость от пера бумаги. Вот, писал, Где-то с 80-го, может, даже раньше года, Начал записывать всякие пустячки, Которые казались мне забавными, Или чем-то там, я не знаю. Отличными от нормального и ровного Моего времени и света представления. Вот. И это вот, Эти записи как-то скапливались, 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 Превратились в некую систему. Эта система, Не угнетая меня до сих пор, Вот как-то. Вы понимаете, Я счастливенький тем еще, Что у меня очень плохая память. Это не склероз, старочки. У меня с самого начала она была, Они не важны. Я понимаю, что с возрастом она Только совершенствуется в своем негативе. Вот. И я к чему это говорю? Что когда я перечитываю свои заметки, Вот эти Пятидесяти, Пяти-тире, Десятилетней давности, Я сижу как придурок, Смеюсь, Радуюсь, Лакомлюсь. Вот в этом я вижу Одно из достоинств, Одно из полезностей Вот этого жанра. А сейчас я просто За пару лет прочту, Займу буквально пять минут У вас Этим пустяком. Но мне захотелось Какое-то разнообразие, А то стихи, 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 Сколько можно? Стихи. Вот. Значит, это недавний, Это семнадцатый, Восемнадцатый год, Причем я Не все подряд, А некоторые. Ну вот, начиная Вопль, Изданный тиражом В один экземпляр. Так я начал семнадцатый год. Я старец, Глубокий старец, Глубокий не в смысле Проникновенного умопостижения таинств, А в смысле До дна уже ногой поддать. Дальше. Рядом с переездом Возле Пушкинского вокзала Плакат, А на нем Крупными цветными буквами, Это у нас вот тут. Чтобы остановить поезд, Нужно время, Чтобы остановить жизнь Одно мгновение. Правнук Коля Пяти лет Воскликнул вдруг, Я вас тут всех съем. Из кого начнешь? С дедушки. Он сладкий, У него сахар в крови. А я ведь никогда Не обсуждал с ним Диабетство свое. Какие-то странные Замещения возникают То на ценнике С ужасом и восторгом Прочту Икра Мойры, То на табличке 382 автобуса Вокзал, Парки, Кладбище. Парки эти Покажутся невероятно Античными И как следствие Функциональными. Дальше. Объявление О музыкальном вечере В библиотеке Имени Ф. Абрамова. Есть в мире сердце, Где живу я, Вход свободен. Дальше. Когда бабу Надю Спрашивают о самочувствии, Она отвечает, Надежда умирает Последней. Правнук Коля, Разглядывая мою коллекцию Минералов, Дедушка, А можно, Когда ты умрешь От старости, Эти камушки Достанутся мне? Дальше. Средства не столько Оправдывают цель, Сколько провоцируют Ее появление. Надо же средствам На что-то быть потраченными. Старости. Ежели обретаешь Новых товарищей, То это, как правило, Товарищи по несчастью. Мизантропики. Местность никак Не располагающая. Из серии Бесконечно у меня А.С.П. Это пушкинские вариации. Сказка о рыбаке и рыбке. Альтернативная концовка. Воротился старик Свою землянку, А на пороге Новая старуха. Где ты, говорит, пропадаешь, Я уж прямо по тебе Вся иссохлась. Импотека. Это, вероятно, Когда берешь взаймы И не уверен, Что сможешь. Вот. Это вот от моей дочки Я записал рассказ. Учительница русского Дочери моей коллега Рассказывает Стою на кухне Нарезаю свиное сердце На предмет варки. Дочка шестилет спрашивает Что это ты режешь, мамочка? Сердце, доченька. Чье сердце? Свинки. То самое сердце, Которым она любила Своих поросят. И я тут же и потерялась, Говорит мамочка. Причем полностью. Дальше. А вы не пробовали кричать Ура с полным ртом? Выглядит весьма победоносно. Дальше. Когда у вас губа не дура, Ее не греха раскатать. В день своего восьмидесятилетия Спросил задорно Внучку свою Катю. Ну, как я выгляжу? На все сто, Отвечала она. Законодательное собрание Санкт-Петербурга Перед тем, как уйти На почти трехмесячные каникулы Приняла закон, Запрещающий детям Ночью гулять на кладбище. Клянусь, клянусь. А все-таки интересно, Почему лошадки не бывают сизыми, Сизымерин, например, А голубки гнедыми? Евгений Боротынский Из Перов. Бывал обманут сердцем я, Бывал обманут я рассудком, Но никогда еще друзья Обманут не был я желудка. Из Пифагора Не поднимайте пыли На жизненном пути. Из него же Берегите слезы ваших детей, Дабы они могли их пролить На вашей могиле. И еще одна сентенция, На этот раз от Геродота Лучше вызывать зависть, Чем сострадание. Правнучка Лия Трех лет Грызет помидор. Ее маменька в ужасе, Он же не мытый, мытый. Я его ртом помыла. От сына моего Интересное такое сообщение. Объявление. Обществу слепых Требуется секретарша, Приятная на ощупь. Страфа Вот очень такая. Просто невероятно мне полюбившаяся. Страфа 79-летнего Вяземского. Жизнь так противна мне, Я так страдал и стражду, Что страшно вновь иметь За гробом жизнь в виду. Покоя твоего ничтожества я жажду. От смерти только смерти жду. Диалог коротенький. Ну как твои новые челюсти? Пока не очень, но, надеюсь, прижуются. Новый фауст. Бес. Значит так. Вы мне свою бессмертную душу, А я вам вечную молодость. Фауст. А можно деньгами? Интересно, чем занимался блудный сын? Блуждал или блудил? А может, совмещал? Правнук Коля. У дедушки даже тапки старые. Сосраница. В отличие от традиционной японской забавы, Русскую следовало бы назвать борьба с умом. Тем более, что в борьбе этой заняты тоже весьма не тонкие люди. Ирочка, вот по твоему ощущению, еще не надоело это как-то вне жанра? А я думаю, вот что. Я думаю, сейчас передаем гитару, то есть в смысле микрофон гитаре, да, а потом двигаемся дальше. Я думаю, что я еще две минутки, да? Да, ага. Вот. Вот диалог тоже коротенький. Поручик, вы подлец, я требую удовлетворения. Ну, пойдем, противно. И вот интересная информация. В воспоминаниях своих декабрист Н. и Лорер пересказывает, в частности, одну странно забавную историю, между прочим, со слов товарища своего Пестеля про то, как в юности собрался Пестель сплавать на некоем кораблике в Европу. Но буквально в последнее мгновение суровый папаша по неясной причине снял его с корабля. И что же? Кораблик этот утонул по дороге со всеми, кто оказался на борту. А заключил историю свою Пестель, расхожей такой сентенцией. Кому суждено быть повешенным, тот не утонет. И оба очень смеялись этой, казалось бы, случайной шутки. Так, во всяком случае, свидетельствует Лорер. Дальше. Лев Толстой, молодой, еще тридцати не было, писал Фету. Правду, брат Николай, говаривал, что хуже смерти ничего нет. А как хорошенько подумать, так и хуже жизни ничего нет. Ну, вот такой. Из возможного древнегреческого шансона. Езон, укативши в Калхиду, домой воротился с руном. Дальше. Рассказали про одного мальчугана, кличка у которого была четвертой. Вроде бы ничего обидного, однако он же ужасно сердился, когда его так называли. Оказалось, что маменька четвертого – хозяйка магазина «Три поросенка». Дальше записано. Подарили мне орхидею, пестренькую такую, очень симпатичную. И начал я заниматься активной орхидеятельностью. Дальше. О младшем брате Наполеона, королеве Стфальском Жероме, Марк Алданов пишет в частности. Свою вторую жену, принцессу Екатерину Вюртенбергскую, король сердечно любил. Хотя, по свидетельству одного из современников, изменял и 365 раз в году. А в високосные годы даже чаще. Возможный кошмар сэра Исаака Ньютона. Яблоку негде упасть. Сейчас закончу. Барышня Элла вышла замуж за грека, которого сразу же стали называть Эллин Эллин. Да, и с донами надо. Ничто так не старит женщин, как вода. Прошу прощения, можно я перебью? Я считаю, что... А ее должны после этого называть Эль Грека? Чего-чего? А ее должны начать называть Эль Грека? Ее должны называть Гречка в таком случае. Старику, почти отпрыгавшему свое, таких, как ты, дед, на Кавказе так примерно и называют. Отскакал. И последнее. Порою так увлекаешься жизнью, что некогда о душе подумать. Вот, простите мне мою навязчивость, вот я прочел это. Спасибо, это было классно. Вот. И довольно логично, чтобы сейчас прозвучала песня «Березовая аллея», которую Алик Берг категорически отказался исполнять. И вместо него его песню исполняет, находящийся в Бостоне, Игорь Белый. Вот. А Алик, как истинный аксакал, да, сидит в зале и слушает. Бергуля, да. Ой, смотри-ка, это действительно Бергуля. Привет, дорогой. А можно я же бегаю пока за этими стишками? Декай, декай. Я все-таки пару слов скажу. Первый раз в жизни пою песню в присутствии обоих ее авторов. Никогда такого не было. Страшно волнуюсь по этому, ей-богу. Вот. И волнуюсь тем более от того, что я никогда эту песню не слышал, не сумел найти. Простите, Алик, простите ради бога. Не сумел ее найти в авторском исполнении. А слышал ее много раз в живьем, в записи, как угодно, в исполнении Вити Гагина. Вот. И, собственно, это его вариант. Там я немножечко, как обычно, что-то переделал. Но вот то, что Вячеслав Абрамович сейчас только что сказал, что вот, что жизнь такая, что о душе некогда подумать. Вот. Эта песня как раз размышления о душе и о последствиях таких размышлений. То есть для меня это совершенно вот, что бывает с человеком, долго и упорно занимающимся авторской песней. Вот. Ну, поехали. В березовой аллее напротив бакалеи, Где ветер на асфальт заплатки листьев нашивал. Сердечин обеспечен, удачей обеспечен, там жил Иван Иванович поживал. И он чайники и плитки подчинял, И песенки при этом сочинял, И горя никому не причинял, И был на удивление здоровым. Уж если ел, то много и с вином, Уж если спал, то богатырским сном, А если думал, думал об одном, О том, что мир весьма несплох, И сам он сделал все, что мог, И делом укрепил его и словом. Увы, Иван Иванович не запирался на ночь, И как-то ночью странный гость явился перед ним. Вставай, Иван Иванович, давай вина, стаканыч, Садись напротив и поговорим. Любой сумеет чайник починить, Любой сумеет песню сочинить, Но кто, скажи, сумеет объяснить, Зачем на белом свете проживает, Зачем он каждый день бывает сыт, Зачем он по ночам спокойно спит, Зачем починка чайников и блин, И мишура, и канитель, и мокрый ветер на панель Опять заплатки листьев нашивает. Прошло четыре года, и где ж она, свобода? Иван Иванович потерял покой и аппетит, Он не поет, не свищет, а ищет, 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 А жизнь его летит, 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 летит. Зачем к нему явился странный гость? Зачем принес нелакомую гость? Остались раздражение и злость, И холодно, и время убывает. Он стал многозначителен и нем, И никаких других не знает тем, А лишь одно зачем, зачем, зачем? Окно сияет, как тоннель, И бокрый ветер на панель Опять заплатки листьев нашивает. Спасибо. Очень хорошо. Спасибо. Я, к сожалению, не могу открыть микрофон Алику Бергу, потому что у нас идут нападения хакерские, к сожалению. Я думаю, что Вячеслав Абрамович скажет спасибо за двоих, да? Спасибо, еще какое. И у нас по плану мы сейчас Переходим к детской теме, да? Значит, у нас по плану так, Илья Абрамович, Вы чуть-чуть расскажете В принципе, там, про детскую поэзию, И после этого дети почитают ваши стихи. А что они не дочитают? Да, я ничего не знаю, Что они будут читать, Сами выбирали. Что они не дочитают, Вы уж потом за ними дальше дочитаете. Ладно? Хорошо. Хорошо. Рассказывай. А, чуть-чуть. Во вторник подвела постель. Не смог я вовремя проснуться. Позавчера забыл портфель. В нем был банан. Пришлось вернуться. В своих ошибках разобрался. Сегодня срок прийти хотел, Но слишком сильно разогнался, И у меня в школы Пролетел. Весь день у меня сомнения правило. Зачем, чудачка, я учила это правило? Зачем я разобралась в этом правиле? Пятерку все равно мне не поставили. Если б я мальчишкой стал, Я бы тут же пристала Злиться, вредничать, скучать, Обзываться, хныкать, спорить, Маму с бабушкой ссорить, И мальчишек поучать. Я бы гири поднимала, По-английски понимала, И копила капитал, Не трещала, не пищала, И тебя бы защищала, Если б ты девчонкой стал. Человек в молочный суп Уронил молочный зуб. Есть, конечно, перестал, Но печалиться не стал. Он отправился к коту, Показал дыру в рту, Дал колбаски, И за это у кота спросил совета. Кот сказал ему, Плевать можно очень далеко, И со свистом внутрь вливать Лимонад и молоко. И к тому же, Если рот содержать в тепле и сырости, То примерно через год Новый зуб сумеет вырасти. Кричала мама, Что за безобразие? Сплошные тройки, Где разнообразие? Когда же я принес разнообразие, Она опять кричала безобразие. Пуфетки пышки вкусные дают. Я очередь присчитала устала И крикнула в коридоре Наших бьют! И очереди сразу же не стало. Опять же спасибо Зуму. Юрич, как гениальные детки. Спасибо Алику Белову, Который собрал все это в одну кучу. И спасибо технологиям. Тут дети изо всех концов света, И из Канады, И из Америки, Отовсюду собрались вместе в один клип. Что они не досчитали, И то, пожалуйста, автор. Можно я признаюсь, Что я тронут, В лучшем смысле этого слова. Детки просто изумительные, Просто я не знаю. Даже после них читать-то неловко. Но тем не менее, Надо попытаться, да? Да. А слышно меня? Слышно. А можно такое, Как из вежливости Аллы Верды. Дети читали ваши стихи, А вы будете читать детские. Вы же собирались. А я свои почитаю, да? И свои тоже, да. И детские все. А детские можно, да? Да, конечно. Мы что-то договорились. Вот это здорово. Вот это очень хорошо. Я тут десяточек буквально. Вот. Вот книжка была такая, Вышла всегда по четвергам. Про то, Как вот мы встречались С очаровательными, С гениальными совершенно, Теперь я уже могу с уверенностью сказать, Детьми, Которые писали стихи. И вот в этой книжке, Половина этой книжки Состоит как раз из стихов, Имя написанных. Вот. И сейчас секундочку, Как с чего начать? Вот с чего начать? А мы начнем с Тани Гоенко. Вот. С Танишки Гоенко прочтем Ее стих, Который называется «Природа человеку». И написанных ей был Уже в солидном возрасте, В тринадцать лет. Оставишь дом и магазин, Спалишь свой дорогой бензин На алтаре мотора, И снова явишься бандит, Самоуверенный сердит, В который раз, В который. Вернешься, Ворвешься ты ко мне, Как враг, И будешь пахнуть кое-как, Какой-нибудь дэтой, И будешь рвать, Кусать и мять, Совать куда попало Пять, Валяться неодетый. И вот, Присыщенно ленив, Окурок на зиму ранив, Потопаешь к машине, Оставь на мне Еще ожог. Но будь поймальчиком, Дружок, На память поможи мне, А то вернешься, Как всегда. А я скончалась, Вот беда, От севера до юга, Вот это, милый, Будет месть. Меня-то нет, А ты-то есть, Бедняга ты, Бандюга. Еще. Стих Маши Богдановской, Одиннадцатилетней, Называется «Аутотренинг». У меня все прекрасно, У меня все отлично, И учусь хорошо я, И дружу с кем велят. У меня все прекрасно, Ни во что я не верю, И характер мой прежний Исчезает, как дым. У меня все прекрасно. Говорят, что ж. Что такое? В порядке, продолжай. Можно дальше, да? Или сначала? Да. Мужчина, 12-ти лет. Все, все, читай. Все, да? Да. Ну ладно. Это мужчина был или женщина? Это автомат. Автомат. Так вот, Эти два стиха, Которые я собираюсь прочесть, Написала девочка, Такая замечательная девочка, Яна Кане. В защиту поганок. Вот отчего же все же люди Род поганок так не любят? Оттого, что их нельзя скушать. Их и давят, и пинают, Возмущенно проклинают Лишь за то, что их нельзя скушать. Но поверьте нам, ребята, Ведь они не виноваты в том, Что их нельзя скушать. И к тому же вырастая, Людям вовсе не мешают Те, кого нельзя скушать. Это гениально, это просто лозунг. И второй стих Яна Кане. Мокрое время зонтов. Разрыдалась опять, Отчего не понять, Невеселая наша погода. Снова сверху вода, Снова снизу вода. Ходишь сам, как опущенный в воду. И прозрачными ломкими пальцами дождь Барабанит чердито о стекла. Льет с деревьев в траву, Льет с травы на песок. Все живое на свете промокло. Побледнели цветы, Лишь пестреют зонты. И серьезные есть опасения, Что для зонтиков наших Надолго пришло Это мокрое время цветения. Прямо песня готовая. Вот. Дальше читать? Да. Вот такие детки замечательные. То есть, я уже даже, Ну, я не знаю, Были, есть. Я думаю, что они до сих пор Остаются в этом состоянии прелестными. Алло. Так, сейчас, секундочку. Что-то я тут запутал. А я пока скажу, Что Яна выросла большая И сидит в зале И слушает свои стихи В исполнении Вячеслава Абрамовича. Вон она, я ее вижу, Она посмеется. Что надо сделать? Так, это напоследок. Сейчас, самый последок. Кто там у нас? Ага, понял. Сейчас. Я немножко запутался В своих закладках. Потому что Сейчас, кто у меня там? Там, 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 там. Где у меня? Нина Савушкина. Вот Нина Савушкина, Нина Савушкина. Шиповник Называется «Осенняя». Девочке было десять лет, И она уже была Савушкина. Шиповник лаковым румянцем налитой К земле клонит Свои тяжелые головки. Из березы лист Слетает золотой. На воду черную Он падает неловкий. С рубиновыми клипсами в ушах Дрожит продрогшая Осинка у дороги. И осень С каплями дождя В пустых глазах А ворох листьев Вытирай Ноги Дальше Сейчас Вы простите Тут мои закладки как-то Плохо заложены. Давай я тебя буду искать Давай я тебя буду искать Вот, вот, вот Как-то все не так получилось Извините, пожалуйста, Ира Акс Свяжись со мной срочно Что, что? Да Какую, пап? 182-ю страницу? Нет, нет, нет Мне надо Вот эту, 2004-ю 204-ю Ага А да, действительно, я забыл Вот все Это стихотворение Замечательной девочки Али Промышлянской Которой было, когда она стих сочинила Всего 13 лет А уже такой стих Дружок Ты приходи ко мне Не пропускай ни дня С тобой увидеться во сне Так мало для меня А дел у нас полным-полно Ромашки обрывать Крыжовник есть Ходить в кино На крыше загорать Не забывай меня, дружок Не оставляй одну Вдвоем куда приятней Выть на рыжую луну И в темноте под шум речной Найти горбатый мост И в гулкой тишине ночной Услышать шелест звезд Брести на ощупь до ворот До света, до весны Лететь на утренний восход Над озером лесным Дружок, ты приходи ко мне Не пропускай ни дня С тобой увидеться во сне Так мало для меня Вот, дальше 217-я страничка Вот, как хорошо, что подсказала мне Про странички Вот это Это Вероника Симонова Вот стишок Верлибрик такой 12-летней Вероники И потом Еще один 13-летний девушки Не забивайте мне душу Риторикой слов Не оставляйте в моей душе Постскриптум печали Не одурманивайте политикой Мою душу Бледность луны не врезайте Мне в душу Не распинайте на листе бумаги Мою душу Не завидуйте Моей душе Ведь вам не понять Как трудно шагать Душе По осколкам Непонимания Повторяю 12 лет Еще Я против мавзолеев и гробниц Зачем из человека делать мумий Пред восковой у куклы Пада тениц Под маской искаженных смертью лиц Нет мысли Нет тепла И нет раздумий Душа ушла пустая Ее обитель И лишь стекло Зерцает из орбит А экспонат Ума не сохранит Надежд и грез Не сбережет Хранитель Не лучше ли забыть Обычай дикий Ведь может быть Когда-нибудь Случится Что землю Как трепещущую птицу Сухой цветок Поставят под стекло И скажут Раньше было там тепло Еще Два стиха Нет Один Значит Вот на 220 Это Полиночка Борского 12-летняя Желтая струнка Гитары Жилка твоя У виска Я поцелую Ее Спи И не думай О боли Пусть не войдет В эту дверь В белых одеждах Тоска С красными пятнами Глаз С серыми Крыльями Моли Я незаметно Уйду Волосы В узел Свяжу Набожно Воск золотой Падает В теплую воду Утро настанет Но я Ему Ничего Не скажу Девочки Дайте Любовь Взрослым Отдайте Свободу Вот И еще Так Еще один стих Юлина Савицкой Которая Живет Сейчас В Израиле Ты хочешь Передевать Шар Земной Чтоб Не был Он Безжалостным И Диким Юлии Тут 12 лет В этом Стифе Было И Говоришь Ты Искренне Со мной Твоим Врагом Коварным И Двуликим Ты Хочешь Зло С добром Перемешать Чтоб Сделать Измущение Блаженство Чтоб Время Как бы Повернулось Спять Ничтожность Превратилась В совершенство И Я знаю Ты Как я Не можешь Жить Быть Корнем Зла Среди Вранья И Смуты Но Мрак И Грех Тебе Не Победить Не Разорвать Не Тлеющие Путы Наверное Ты Не Сможешь Ничего Вселенную Не Изменить Так Быстро Но Хоть На Миг Развеешь Мрак И Зло В Душе Зажжешь Негаснущую Искру И Еще Два Стиха Эти Два Стиха Всеволода Зельченко Вот Они Они Везде Между Что Пора Возвращаться Договаривать Фразы Захлопывать Дверь Потому Что Земля Продолжает Вращаться На Избитых Словах Надежды Мы Настолько Сложны Что Пора Восхищаться Просто Спелую Песню Просто Спетую Песню Простите И Яблоком Спелым Пусть Безумцы Изведать И Вычерпать Трщаться Эту Странную Землю Зеленую С Белой Мы Настолько Сложны Что Пора Укращаться Становиться Ручными С Ладоней Кормиться Поспешите Прощать Подождите Прощаться Пусть Еще Хоть Чуть Чуть Это Небо Продлилось Вот Такие Дети Были В старину Сейчас Может быть Тоже Есть Такие Наверное Дети Всегда Одинаковы Я так Полагаю Дети Выросли И они Сидят В этом Зуме И поэтому У меня План Такой Во-первых Мы уже Немножечко Выбиваемся За время Поэтому У меня Есть Такое Предложение И Таня Это Предложение К тебе Во-первых У меня Есть Предложение Сделать Вторую Сирию Еще Одну Встречу С Существом Абрамовичем В Зуме Ну это От Тани Зависимо Должен Приехать Там Зум Закусить Таня Да 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 Нормально Просто Мы уже Превысились Полтора Часа Поэтому А там У нас Было Еще Огромный Огромный Запас Был Мы хотели Еще Вести Доброяна Много Еще хотели Поэтому Есть Такое Предложение Полтора Часа Прошло Поэтому Предлагаю Перенести На Следующую Сирию Сделать Да Так Людей Пожалеем Давайте Они же Это Самое Ну давайте Пожалем Люди Не приходите Мы Сами С собой А пока Что Мне нужно Остановить Фейсбук Остановить Запись Остановить Я правильно Услышу Это не вы Это я тоже Не умею Катя Если ты здесь Останови Пожалуйста Запись И трансляцию Фейсбук Потому что Я хочу Рискруть Ира Можно Можно Включить Микрофон У Александра Айзенберга Да Но дело в том Что кроме Алика Нет Он Он Кухост Можно Ему Одному Включить Просто Для Нескольких Слов Да Можно Но дело в том Что у нас В зале У нас Сейчас я реконжек Остановлю Прости Что? Ничего Началось Хорошо Это хакер Говорит? Нет Нет Не хакер Может Это и песня Взволновало Это существо Нет Извините Это не песня Взволновало Это мы решили Продолжить Запись Хорошо быть Почему за особую плату Правда Тут же Становится Ложью Мне улыбкою Липкой Как пряник Подмигнув С откровенностью Жуткой Улыбнулся Народный Избранник Потому что Он был Проституткой Я пытался Я пытался Узнать У поэта Как тебе Удается Любезный Марципаны Таскать Из кювета Над помойкой Парить Как над Бездной Он Привычно Рыгнул С перегрузу Острелялся Двусмысленной Шуткой И пустился Пристраивать Музу Оказавшуюся Проституткой Чем солиднее Оплачено Чувство Тем Взаимнее Будет Отрада Это ж Целое Братце Искусство Подставлять Где попросят Что надо В кабинете В постели В эфире В добром Здравии В полном Рассудке Потому в этом Трепанном Мире И живут Лучше всех Проститутки Да Ой Фермония Называется Следующая Песенка Встречаются Такие Фрейра Они Из жизни Время Вычитают Не тем Что веселятся До утра А тем Что размышляют И читают Про эти Книжки Драные Парбле Я просто Думать Не могу Без грусти Про всех Этих Вольтеров И Рабле Не говоря О Франции Или Прусте А я бы Эти пухлые Тома Пустил бы На сортиры И обои Оставил только Шурика Дюма И пусть Изображает Мордобои Долой Убогих Разводящих Церемонии Для пользы Общества Нам следует Одно Библиотеки Вернисаж Тилармонии Сменить на цирки Кабаре И казино Есть у меня сосед Большой кретин Его плетьми Не выгнать Из музея Готов он Целый день Среди картин Вертеться Западая И шизея Но все эти Латуры И коло И прочее Домьё Сделокруями Пардона Липоватое Фуфло И место им В одной Помойной яме А мне Совсем другое По душе Другое мне По вкусу И понюху Оставить блин Латрека И Буше И пусть Изображают нам Порнуху За место Поисков Неведомой Гармонии Нам Однозначное Спасение Дано Библиотеки Вернисаж И филармонии Сменить На цирки Кабаре И казино Я был С одним Приятелем Знаком Который От какой-нибудь Тимфуги Ходил в штаны И плакал Кипятком Торчал Как и филоп От буги-вуги А мне Такое Даже не смешно Меня Буквально Душат Эти звуки Все эти Паганини И гуно И прочие Забаханные Глюки Не проще Лего Говори В стакан Малютку Снять И прыгать До упада Пока Гремят Качуча И кан-кан Другой Нам Филармонии Не надо Пора Закончить Нам Пустые Антимонии Пока Они Не утащили Нас На дно Мы Вернисажи Стеллажи И филармонии Должны Сменить На Кабаре И казино Еще Петь Ира Еще Пару песен Спеть Тут их Полно Да Здравствуй Взятки А нам За это Платят Откуда Берутся Звезды Что Делать Мы Бандиты Вот Такие Названия Да Ну Хорошо Да Здравствуй Взятки Нет Ладно На Более Такую А нам Взятки Душу на тряпке Мы имеем за наше вранье Совершенно реальные бабки Все перемешалось, все ты нечит Свет и тьма темпачи зад и перед Публика не ропщит и не мечет А привычно и охотно верит Что уперли занавес в театре Что слоны пасутся на Манмартре Что в Париже нищих нумеруют А в России больше не воруют Все и всюду бодро сообщают Что на землю падает комета Что грехи уже не отпущают Потому как представление света Эти бредни до изнеможения Обсуждают в барах и салонах Даже появилось предложение Выпускать газеты на рулонах Это мы, корифеи пера Подчинившие разум желудку Вам поглубже вогнали с утра Прорванявшую падалью утку Чтоб затекшую смрадом бурду Вам доставить к урочному часу За довольно приличную мзду То есть сляпал, нагадил и в кассу Ну вот, и еще одну, да? Хорошо Ну ладно, вот эту тогда Откуда берутся звезды? Я знал когда-то даму Глухую, как бревно Пропеть простую гамму Ей было мудрено Была она моложе В те давние года Но я противней рожи Не видел никогда И вдруг Мандиес, каких это щедрот Явившись на подмостке райской птицей Она публично разевает рот И так-таки становится певицей Красавицей становится звездой Хотя поет, как старый казадой Если денежки и есть Купишь совесть и честь И талант с популярностью в паре За посильную мзду Можно сделать звезду Из любой незначительной твари Времена таковы Что сегодня, увы За бесценок скупаются Визы, чтобы с грязи Да в князе из вороны Вороны Из героя репризы Маркизы Со мной учился в классе Довольно гнусный тип И не бывало грязи Куда бы он ни влип Таскал он без печали Алмазы из дерьма И по нему скучали Могила и тюрьма И вдруг привет С каких это щедрот Замечен на блистательном приеме Ценитель блюд Законодатель мод Он стал своим Буквально в каждом доме Желанным гостем Светскую звездой А сам воняет гнилью и бедой Я был знаком с унылым И серым существом Владел он слишком хилым И серым веществом Не вызывал экстазу Как отсыревший труп И противопоказан Ему был всякий труд И вдруг пардон С каких это щедрот Растет он в темпе Невозможно быстрым И поражая Весь честной народ Средь белого дня Становится министром Вельможей Политической звездой Хоть весь набит Бездарной ерундой Если денежки есть Купишь совесть и честь И талант с популярностью В паре За посильную мзду Можно сделать звезду Из любой незначительной твари Времена таковы Что сегодня, увы За бесценок Скупаются визы Чтобы из грязи Да в князи Из ворона в ворона Из героя репризы В маркизы Что делать Мы бандиты, господа Последняя песенка Простите, увлекся Порой мы чувствуем Неведомую власть И вдруг становимся Ревнивы и сердиты И возникает эта страсть Слегка убить Слегка украсть И выясняется Что где-то мы бандиты В законе Божьем Заповедана любовь Не рви из горла Не убей, не украдиты Но отчего же Вновь и вновь Везде грабеж Повсюду кровь Да оттого Что нам закон Творят бандиты Ну кто воистину Неистовый Рлоланд Или какой-нибудь Неустрашимый Рюрик Мы скажем Князь Мы скажем Грань А это Атаманы Банты Кто не с ними Тот калека Или жмурик Вещали Революционные Чины Друзья народа Робеспьеры Сенкюлоты Но все Свободные Равны Ну это Сукины Суны Бандиты Если их Отмыть От позолоты А император Бонапарт Наполеон Каким владел Неограниченным Кредитом Ему Грохать Батальон Как пригласить На Котильон Он был бандитом Потрясающим Бандитом Недаром Давит нас Неведомая Власть И мы Становимся Ревнивы И сердиты Непобедима Это страсть Перекалечить И украсть И доказать Что мы Нормальные Бандиты Вот и все Россия затянула Это самое действие Классно На самом деле По-моему Народ не расстроился Что действие Затянулось И по-моему Все это Даже очень Даже хорошо Вот Да Да Алик Берк Если ты хочешь Ты можешь опять Получиться Кто У кого Какие-то вопросы Если вдруг У кого-то Есть вопросы То их можно Писать мне В чат Я их увижу Вот И произнесу Кстати У меня Большая Заготовка Очень много Ответов Если угодно Да Тут ответов полно Яночка Яна Спроси у меня Что-нибудь Вы меня слышите? Да Я и вижу И слышу тебя Просто Счастлив Этим зрелищем Ну Во-первых Я вас очень Радостно Приветствую Во-вторых Здорово Очень было Услышать Эти песни И очень печально Насколько Они применимы Не только Во Франции В тех времен Для которых Они были Написаны Вот это Моя Маги Выбуждала А в-третьих У меня не столько Вопрос Сколько Если У вас Будет Время Если У вас Под рукой Это стихотворение Очень хотелось бы Вообще-то Много Сразу У меня Толпятся Многие Стихи В голове Которые Хотелось Быть Услышать Но Очень Люблю О человеке Сидящем На стуле На стуле Он Вообще Здесь Есть У меня А Ира Мне Простит Яна Как ты думаешь Ну Я Я возьму Этот грех На себя Это Так сказать Если Она Не простит То Я думаю Народ Еще не имеет Против Да Народ Я беру Этот грех На себя Это Гениальная Строка Рифма Неловкая Сейчас Я найду Сидящего На стуле Я как знал Нет Можно Да Да Можно Вот Где же Она Этот стих Этот стих Неотступно Любя Я беру Этот грех На себя Тем временем Тут пришло В чат Что Зина Ушакова Здесь Находится Вот Я вижу Тебя давно Уже видел Я уже Внутренне Облизнулся Радостно Сидящий На стуле Один человек Которому Сильно За Делаю Паузу Однажды Сидел На стуле Прихрыв Глаза И сонно Следил За тем Как цветные Пятна Сползаются Меркнут Меняют Покрой Цвет И вдруг Непонятно Откуда Пришел Ответ Откуда-то Как бы Извне Но довольно Внятно Сидящий На стуле В сей миг Моментально Вник Примерил Потеки Случайные Тормоза И ежели Долго Сидеть Притупив Глаза То могут Взойти Вполне Полезные Злаки А дальше Извлечь Зерной Молоть Молоть Своей Небольшой Душе Уплотняя Плоть И вдруг Ощутить Что былое Куда-то Сдуло А чтобы На месте Злака Взошла Лоза Внезапно Забыть Что тебе Я уже Сильно За И все Задень Присез Нисходя Со стула Вот Такой Вот Стишок Я вообще Ирочка Честно признаюсь Я хотел Вот этим Стишком Вот этим Который у меня В руках Закончить Сегодняшнее Наше Обоюдное Действо Можно Я его Прочту Гениальная Идея Вот Мне тут Просто Поступило Такое Сообщение Что у нас Осталось Мало Времени Сейчас Прервется Этот Наш Зум Поэтому Гениально Значит Вячеслав Абрамович Заготовил Завершающее Стихотворение Он его Сейчас Читает И делаем Перерыв До следующей Встречи Я очень рада Видеть В зале Я думаю Вячеслав Абрамович Тоже рад Видеть В зале И Алика Берга И Рукозлова И Оля Маш Я всех Вижу Он всех Видит Но мы Встретимся Еще раз А пока Я опять Передаю Микрофон Аля Посмотри Папа Аля Свящерник Здесь Да Аля 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 Промышлянская Здесь Да Хорошенькая Да Хорошенькая Вот Ну мы Обязательно Сделаем Какое-нибудь Такое Действие Когда Все Соберутся Все Пообщаемся А пока Значит Вот Ребята Все Хорошие Когда-то Заканчивается Последнее Завершающее Стихотворение Да Стишок Простенький Несколько Избыточно Игривый Тем не менее Поэт и прочее Называется С рабочим Сундуком Наперевес Художник Едет В пригородный Лес Фехтует Кистью До Изнеможения Чтобы Обозначить Посреди Холста Восторг Шмеля Волнение Листа Печуги Неопознанной Кружения А в это Время Друг Его Поэт Вутробу Влив Клико Или Моэт Да Что уж Там Обычную Сивуху Крутой И неприступной Как скала Смахнув Издержки Жизни Со стола Смахнув 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 Вниматель Пару Пару Минут Пока Вы Будете Писать Свои Е-мейлы А я Вам Скажу Что У нас Наши Зумы Продолжаются Завтра У нас Будет Два Зума Завтра У нас Каждое Воскресенье В таком Вот Формате Авторская Программа Александра Городницкого У нас Завтра Будет Еще Одна Классическая Программа Уже Ближе К нашему Вечеру Наверное Вячеслав Абрамович Будет Темновато Уже Поздновато Будет Зум Романсов Оперный У нас Очень Много Всего Интересного Проходит Кому Интересно Да Да Вот Вы будете Все про Это Знать Через Таню Таня Ты последишь Таня Покажись Таня Покажись Вот Да Потому что Тут уже куча людей Которые тебя знают И помнят Чего ты там сидишь В тени Да Вон там Яна тебе машет Я вижу своего Бородатого Бородатого Внука И с нежностью Смотрю на него Да Я там вижу Вот в зале Там Дети Вот Сергей Лейкин А там кто-то Такой рыжий Бородатый Это внук мой Абрам Мой Накучный Мой Единоутробный Внук Такой большой Рыжий Бородатый С ума сойти Большой с рыжей бородой Украшение Израильской армии Должен сказать Обалдеть Он самый старший Сержант Этой армии С ума сойти Ой Да А вот тут Кстати вопрос поступил А вот все эти Песни Аристида Брояна Это Какие примерно Года Когда это написано Народ спросил Интересовался Сейчас Это было Это где-то было Я не знаю 90-е Наверное Нет 90-е В этом Тысячелетии Это в этом В этом Тысячелетии Это в самом начале Тысячелетия Где-то второй Третий Четвертый год Мало что изменилось За 20 лет Да Не говоря уже Да и за 200 лет Мало что изменилось Просто народ Интересуется О да Емейлы поступают Значит На нашу следующую встречу Народ явно соберется Значит Танечка Вячеслав Абрамович Подумайте Когда вы готовы Там допустим В середине марта Или там В конце апреля Или в начале мая Когда мы еще раз Вот так и встретимся Ирочка Перебью тебя Чем дальше Отсрачивается Вот Чем дальше Тем мне выгоднее Это значит Я гарантированно Доживу до середины мая Ну да Это расписка Я в таком Игревом возрасте Нахожусь Когда все время Приходится что-то Прикидывать И смотреть на часы Постоянно Да Ну вот да Вот выдаются нам Расписку Что там В середине мая Да Кто-то еще Кто-то еще Не успел Написать свой e-mail Потому что я сейчас Буду закрывать митинг У нас Вот все уже Подпираем Два часа И все Яна пишет Что Янина родители Тоже в зале Я видела Да Янина родители В зале Смотри Вот где мы А да 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 Очень здорово А вот этот Поляк Вот этот Пандемия Он в мае Будет еще Функционировать Вот боюсь Я Что где-то Вот до мая Оно точно еще Будет функционировать Это Которая Это Пан Мы надеемся К июне Он затихнет Значит еще раз Клуб синий троллейбус Который находится На восточном побережье Американского Нашего материка В Нью-Йорке Базируется И прочим Нью-Джерси Очень рад Всех видеть В зумах А когда мы откроемся Будет очень рад Всех видеть В живьем Если вы к нам прилетите На слеты В живьем Мы найдем Где вас поселить Найдем Где вас расположить Спать положить Как вас до полянки довести Мы всем рады Приходите Кто хочет знать Про наши новости Пишите ваши e-mail В чат Мы вам будем Посылать наши новости Вот Спасибо что пришли И с Вячеславом Абрамовичем Мы еще раз Встретимся Да Танечка Спасибо большое Было очень здорово Олечка Что-то сказать Покричать Помахать Кто там Аля Я не знаю Ира Конычева Ира Конычева здесь Ой Здорово Она называется Петр почему-то Петр Ну а чего Девушка имеет право Взять себе мужское имя Это у меня Сашечка Петр Чтобы никто не догадался И он тут что-то такое сделал Вот окошечко тут Я тут нашла Он заклеил Чтобы никого было не видно Я всех люблю Здорово Здорово Вот такой получился Family reunion Ребята Ну счастливо тогда Пока Ирочка Смотри напоследок Что удалось нам Сегодняшнее мероприятие Да конечно Ребята Если кто-то думает Что не удалось Вот тут пускай молчит А кто думает Что удалось Пускай радость Улыбается и машет Если не удалось Удалить А всех-то да Кто не удалось А кому не удалось Тех удалить Да Ура Спасибо Счастливо ребята Счастливо Спасибо Здорово